Всем привет, с вами XDelate. Наверняка любому, кто даже отдаленно знаком с миром, что был, нет нужны пояснять, почему вселенная Warhammer Fantasy Battles называется темным фэнтези. Совсем четкого определения этого термина не существует, но в качестве основных признаков данного жанра всегда выделяют элементы ужасов и более мрачный тон повествования с детальным, можно сказать, графическим описанием жестокости и насилия, которые повсеместно творятся в мире. Запретов не существует, человеческие пороки и последствия, к которым они приводят, изображаются беспрекрас в малейших подробностях. И хотя мы называем их человеческими пороками, в мире Warhammer у людей на них нет монополии. Любые разумные существа в той или иной степени несовершенны. Те же высокорожденные азуры, видящие себя единоличными непогрешимыми защитниками мира, они склонны к гордыне и высокомерию. Под влиянием хаоса они перерастают в чувство собственного превосходства и апатию по отношению к судьбе прочих народов Старого Мира. Но речь пойдет сегодня не о них. Мы поговорим о тех, чья кровожадность является частью их естества, механизмом выживания, если угодно. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о существах, для описания которых слова «чудовище» или «монстр» являются уменьшительными прозвищами. Существах, чья сила и размер сравнимы только с их бесконечным голодом и первобытной злобой, бушующими в них. Итак, мы представляем вам пятерку самых смертоносных монстров во вселенной Вархаммер. Но прежде чем начинать, стоит оговориться, в сегодняшний топ не будут включены демоны хаоса. Понятное дело, что в Старом мире мало что убереглось от прикосновения губительных сил, и многие из монстров несут на себе их отметины. Например, тролли или великаны, чье место обитания находится в непосредственной близости от границ владений темных богов. Но любой демон хаоса в существе своем является созданием из чистой мысли, воплощением чувств и эмоций, принявшим материальную форму. В то время как сегодняшний топ, а тех, чьи внешний вид и размер, в первую очередь стали следствием потребления пищи с высоким содержанием белка. Ну, по этой причине мы также исключили из этого топа всю нежить. Также здесь не будет упоминания о морских обитателях, только сухопутное страшилище. Ну что ж, начинаем. Номер 5. Цыгор. Это далекие родственники минотавров, заметно превосходящие их по размерам. Внешне они во многом похожи на минотавров, однако у цыгоров всего один глаз в центре лба. Своим глазом цыгоры видят не так, как прочие обитатели мира. Они видят магию, переменчивые ветра хаоса, чьи дуновения приносят нечеткие образы и неясные видения. Испытывающие постоянный голод, цыгоры, тем не менее, не станут пожрать обычную добычу. Они не закусят ни олениной, ни говядиной, ни проходящим мимо дворфом. Во-первых, цыгоры их попросту не увидят, а во-вторых, не эта добыча им по вкусу. Они пребывают в постоянном поиске людей с магическим даром. Таких цыгоры чувствуют издалека, ведь их души в магическом пространстве горят яркой лампочкой. Именно души магов и ведьм являются для цыгоров пищей. Плод же просто съедается на гарнир. Следует ли говорить, что из-за своей офтальмологической особенности и пищевых привычек цыгоры полностью безумны, а их действия всецело находятся во власти магии? Ну, как тот самый друг, который плохо переносит крепкие напитки и оттого портит любое мероприятие с его участием. Ставь лайк, если у тебя тоже есть такой друг-родственник минотавров, легко оказывающийся во власти магии. Безумием цыгоров нередко пользуются как шаманы зверолюдей, так и сами темные боги, насылая на них видения и таким образом контролируя их перемещение. На поле боя цыгоры ведут себя примерно так же, как и в обиходе. Ведомые своим голодом, они напролом мчатся к колдунам и чародеям, круша все на своем пути. Номер 4. Гидра У сына Зевса тоже выдался непростой день, когда ему было поручено убить змееподобное чудище с девятью головами при обезглавливании отрастающими обратно. Но авторам мира Вархаммер Фэнтези этого показалось мало. Гидры Старого Мира еще и умеют дышать огнем. Эти громадные монстры пожирают все на своем пути, оставляя за собой выжженную изуродованную землю. Одна единственная гидра вполне способна без труда уничтожить небольшое войско. Настолько свирепы эти гигантские монстры. Армии на марше прокладывают очень большие обходные маршруты, чтобы избежать встреч со столь разрушительным противником. Поход напрямик сквозь известное место обитания гидры грозит резким сокращением численности личного состава. В Старом Свете за пределами пустошей хаоса гидр почти не осталось, что крайне отрадно. Ведь по имеющимся данным гидры не могут умереть от старости. Среди разумных рас даже находятся помешанные, кто посвящает себя охоте за секретом долголетия и регенерации гидр. Этот секрет до сих пор не нашли, так что о судьбе таких безумцев гадать не приходится. В последнее время в старый свет все чаще стали поступать тревожные донесения о том, что темные эльфы научились разводить гидр. И более того, они начали использовать их для войны. Подобные новости могут быть встречены с большой долей скепсиса. Сложно представить, что такое могучее чудище в принципе возможно обуздать и приручить. Также ходят слухи, что болотные гоблины избрали гидрообъектом поклонения. Для них совершаются кровавые подношения, чтобы накормить и тем самым умерить их дикий нрав. Номер 3. Ящеры ужаса. Ящеры ужаса не отличаются столь внушительными размерами, как их родичи, громовые ящеры. Хотя речь только о сравнении, их объемы позволяют им видеть над верхушками деревьев. И такой свой недостаток в габаритах они с лихвой компенсируют бесконечной свирепостью по отношению ко всему живому. Вместе с громовыми ящерами они сотрясали поверхность планеты задолго до пришествия древних, и они всегда находились на вершине пищевой цепочки. Эти доисторические рептилии – самые могучие хищники люстрии и высоко почитаются среди ящеролюдов. На каждом представителе ящеров ужаса можно увидеть богато разукрашенные ритуальные доспехи, которые помимо элемента поклонения несут в себе еще и функцию сдерживания. Без этих доспехов даже самые сильные сланы не в состоянии усмирить впавшего в буйство исполина. На руинах городов древних для ящеров ужаса возводятся богато разукрашенные дворцы. В них жрецы приносят жертвы этим могущественным созданиям. Вышедший из-под контроля ящер ужаса всецело оправдывает свое название. Даже в самых отдаленных и диких уголках люстрийских джунглей нет хищника, который бы не улепетывал, поджав хвост, только заслышав приближающийся рык жуткой рептилии. В бою их также используют. Появление ящера ужаса способно сломить волю даже самого стойкого воина Старого Света. Магами противников иногда предпринимаются попытки перехватить контроль над монстром. Потому сланы постоянно обновляют заговоры на доспехах, чтобы в определенный момент не столкнуться с разорением, которое ящер ужаса способен принести. Номер 2. Арахнорог. Из всех членистоногих, населяющих леса Старого Света, арахнороги являются самыми большими представителями паукообразных. Маленькая деталь заключается в том, что они при стабильном и сбалансированном питании без проблем вырастают до размеров небольшой деревни. Средний арахнорог легко закусит цыгором, который сам по себе далеко не малыш. Во время охоты арахнороги играючи загоняют целые стада зверолюдей, парализуя жертв ядом, а затем выпивая внутренности все еще живых и осознающих ужас происходящего несчастных. Несъеденная добыча обвивается паутиной, в которой через несколько часов превращается в желеобразный кусок питательной массы. Двигаясь совершенно бесшумно, арахнорог может окружить человеческое поселение паутиной толщиной в руку, который что угодно увязнет без возврата, а затем он приступит к неторопливой трапезе. Впрочем, лесные гоблины не то что не боятся арахнорогов. Они наоборот, целенаправленно селятся в непосредственной близости от их логова. В определенный момент истории гоблинские шаманы обнаружили, что они в состоянии вести с пауками простую коммуникацию. В обмен на пищу арахнороки стали защищать гоблинские поселения и служить им ездовыми животными. Со временем гигантские пауки перестали воспринимать гоблинов как добычу, не препятствуя их перемещениям и даже позволяя им сновать по своей территории. А гоблины же продолжали приносить им пищу. Таким образом, сформировался в высокой степени взаимовыгодный союз, что, конечно же, не сулит ничего хорошего тем, кто захочет помериться с гоблинами силой. Номер один. Дракон. Неужели хоть у кого-то возникали сомнения в первом месте? Наверное, в любой фэнтезийной вселенной ничто не сравнится по силе и могуществу с драконами. Драконы Вархаммер Фэнтези – древнейшие существа планеты, крайне разнообразные по размеру и цвету, и, соответственно, по способностям. Но все они произошли от черного дракона, чье имя сложно выговорить с первого раза. Поэтому мы не будем мучить наш закадровый голос. Драконы Старого Мира могут достигать невообразимых размеров, застилая своими крыльями все небо над головой. Увы, дни драконов сочтены. Многие из оставшихся драконов нашли себе убежище в высоких горах или глубоко под землей, подальше от случайных глаз. Лишь некоторые драконы сохранили активность в мире. Остальные же погружены в глубочайшие сновидения о прошлых временах, когда вулканы горели ярче, а древние не мешали своими фокусами. У разных рас совершенно разные отношения к драконам. Высшие эльфы относятся к ним с уважением и почетом, в то время как дворфы презирают и стремятся убить. За бретонцами держится твердое первое место среди молодых рас по убийству драконов. Так или иначе, их количество, несмотря на долголетие, постепенно сокращается. На заре времен умирающий дракон отправлялся в последний путь на равнину костей. Это место располагается в темных землях за краесветными горами. С приходом в мир хаоса зловредная магия стала использоваться для воскрешения драконьих останков и превращения их в мерзких конструктов из гниющей плоти и костей. В отвращении драконы перестали уходить из жизни подобным образом. Теперь они просто спят в ожидании конца. Ну что ж, вот и подошел к концу наш сегодняшний топ. Ограниченность его пятью пунктами совершенно не означает, что в мире нет других сверхопасных и ужасных монстров. Однако данный список мы составили, основываясь на наличии у этих монстров определенных качеств, выделяющих их на фоне прочих. А каких чудовищ вы считаете самыми опасными? Пишите свои варианты в комментариях. В следующем ролике мы бы хотели начать детальный рассказ об одной из рас Старого Мира. О ком, кстати, хотели бы больше всего услышать. Обязательно дайте об этом знать. Подписывайтесь на канал, кто еще почему-то не подписан, и ставьте пальцы вверх. Если вам тоже нравится наш контент, переходите по ссылке в описании на сайт Патреон, или становитесь спонсорами прямо здесь на Ютуб. За это вы получите ранний доступ к некоторым нашим видео, заглянете за кулисы нашей команды и обзаведетесь крутым мерчем. Ссылка будет в описании. Мы с вами прощаемся, и дохранит вас Зигмар.